Итак, всем привет, с вами Добгэ, продолжаем играть за Россию Виктория 3. В прошлой серии мы подчищали дальше границы, собственно говоря, нефть начали уже качаться, очень уверенно. В это, я думаю, мы доисследуем все вот здесь вот промышленные технологии, в крайней мере нужные, и уже начнем полностью вкладываться в армию. А когда мы доисследуем все нужные армийские техники, мы просто начнем потихонечку докрашивать все территории, что кажется нам привлекательными. Игра не лагает, в данный момент, по крайней мере, и главная причина это вот, из-за того, что у нас нету приколов с культурой, и закон этот отменять я не буду. Очень много кто предлагал, давайте поставим мультикультурализм, нет? Игра просто убрет в этот момент. Сейчас мы налог здесь ставим прогрессивный, чтобы у нас в теории нижний класс чуть-чуть фоллор стал жить. Потом мы попробуем регулирующие органы поставить, чтобы смертность еще снизить. И плюс-минус наши основные налоги закончены, может быть мы начнем заниматься религией, и может быть мы попробуем демократизироваться потихоньку. Но тем временем продолжаем здесь строить нам промышленность. Я сейчас еще заказал побольше всего в Африке, потому что там еще есть население не занятое. Но в целом нам просто надо потихоньку... Что здесь нам нужно? Просто расти населению, и... Да, возможно повышать миграцию, привлекательность для миграции, вот этот баф нам бы пригодился, да? Но проблема в том, что пока мы не перейдем, так сказать, в новые демократические законы, вряд ли мы плюс 10 сможем получить. В любом случае, поехали. А еще я заметил забавный баг. Я предполагаю, что это баг. Смотрите, здесь написано 47,7, да? А здесь написано 53. Можно посчитать, что да, здесь вот этот минус 15 сюда применяется, да? Поэтому здесь пишется 47,7, но... Почему тогда она не применяется сюда? Ну, беспорядки, вот, беспорядки. При этом в Латвии 61, но там нет восстания. Вопросы есть, ответов на них нет. Но, допустим... И литовская, это же точно литовская. Ну, да, я сюда навожу, выделяется Литва. Супер странно, но допустим. Еще один забавный факт. У меня Литва сейчас оторвалась, да? Но... Но... Мы сразу же заключили... Литовский. Ну да. Мы сразу же заключили с ними договор об импорте инструментов обратно. Дело в том, что там большой завод производства инструментов, да? И вот... В срочном порядке, после того, как они от нас отделились, мы решили покупать их обратно до войны. Во время войны их заводим, как бы, да, снова будем получать. Но пока война не началась, будем просто их покупать. Парадоксы, это, блядь, гениально. Они, кстати говоря, сдались даже. Не стали ничего делать. Конечно же, здесь Иишка взяла, поменяла все методы производства у меня. Но... В целом, я это переживу. Да. Поменяю обратно. Но... Да, это... Неприятная ситуация. Кстати говоря, давайте-ка всю нашу, собственно говоря, армию. Пора апгрейдим до последних техов. Вот это, как минимум, получали, помните, осколочную артиллерию. И флот у нас уже на последних тех. Отлично. Германия, тут очередная революция. Вот, как понимаю, советы против радикального государства Германии, президентской республики, президентской диктатуры. Вот, что-то типа, я так понимаю, борьбы коммунизм и фашистов в Германии сейчас происходит. И не очень понятно, кто победит. Силы-то примерно равные, да? Ну, хотя как, нет. Здесь намного больше коммунистов проиграют. Во Франции то же самое. Тоже парламентская. Ну, здесь с выборами. В Мексике революции. Короче говоря, яишки не справляются вообще со странами и взрываются. У нас, на самом деле, тоже радикалов многовато. Но мы кое-как с ними пока что справляемся. И на самом деле, нам сейчас торговлю неплохо так может оборвать. Надо будет сейчас пересматривать торговлю. Слушайте, на самом деле, эдикты более-менее работают. Вот я сюда сейчас поставил эдикт, ну как не сейчас, чуть раньше, на лучшую жизнь. Да, и да, работает на самом деле. Да, здесь еще есть модификатор. А, нет, уже нету. Раньше был модификатор от того, что здесь мало населения. Но вот с компанией лучшей жизни, да. Сюда очень неплохо так мегарежируют. Вот видите. Плюс 78 тысяч, на самом деле, очень солидно. Прям, прям хороший прирост. С 8, да, прям по тысячам растет. И благодаря этому нефть наша заполняется. Я где-то еще, по-моему, доделал в Уральске все еще. Я здесь держу. Ну-ка, давайте посмотрим, здесь нет. Почему-то не перебивают. Здесь не хватает уровня жизни. Или почему-то, ну-ка. А, здесь беспорядки происходят. Видимо, потому что здесь население... У нас не все принято, непонятно. Почему-то здесь есть радикалы. Странно, но, допустим. Да, смотрите, она просто не подняла, а по часам, как говорится, растет. Уже 205 тысяч. Просто прирастает и прирастает. И это хорошо. Мы так вышки скоро заполним здесь. Собственно говоря. И так можно поиспользовать в других регионах, где не хватает людей на важные ресурсы для нас. Какая прекрасная культура отделяется от нас. Что-то мне даже не понять, где это. Надеюсь, игра не крашнется, когда случится восстание. У нас там новая артиллерия исследовалась. Ставим осадную артиллерию в нашей армии теперь. Наша армия уже выглядит, ну, я бы сказал, прям очень солидно. И потихоньку мы доисследуем. Здесь у меня уже, видите, очки очень неплохо так инвестированы. Здесь пятая техия я буду сейчас потихоньку инвестировать. Скорее всего. Хотя вот лазучка, допустим, не очень уже смысла исследовать. Потому что здесь мы хотим, скорее всего, химическое оружие, да. Либо огневочек, если мы не хотим такое послушение, вот этот минус захват. Но плюс 50 атаки это слишком много. И вот эти вот бафы это слишком много. Так что мы хотим химическое оружие здесь. То есть эти две техии исследовать саму имеет практически много смысла. Вот. Но сами мы здесь исследуем антибиотики, чтобы поставить последний уровень системы здравоохранения. Уже, как бы, в принципе, пора его закачивать, чтобы бустить прирост еще выше. Также сегодня налог идет очень-очень медленно. Кстати говоря, он пришел к власти, я так понимаю, новый правитель, которому уже 80 лет. Нормальная смена власти, примерно как в Британии. И он любит интеллигентов. Следовательно, теперь интеллигенты и профсоюзы нам нужны в правительстве для хорошей легитимности. Что приятно и поможет нам какие-то законы продвинуть. Но прогрессивный налог продвигает только профсоюзы. Так что этому закону он не поможет, но вот остальным вполне себе. Вы можете видеть, он вообще понизит нам доходы. Но в теории, в теории, должен скраться на уровне жизни. Скорее всего, он вряд ли скажется нормально на уровне жизни. Я его не почувствую. И выгоднее было бы поставить себе пропорциональный налог и получить полтора миллиона. Как я и говорил, если бы это была более-менее такая уже серьезная игра, которая, ну, в том смысле, что мне очень нужны были деньги, да, еще что-то, я бы прям целился на супер результат. Я бы сто процентов ставил пропорциональный налог и имел деньги в казне. Деньги у населения, конечно же, иметь не так выгодно. Кстати говоря, чуть-чуть нужной славы спало. Давайте подзахватим вот эти все мелкие государства, да, наконец. И, возможно, после этого еще и с Австреповой. Следовали мы новый уровень. Вот здесь вот поставить телефоны можем, но узнать, сколько нам телефонов нужно, мы не можем. Вот сюда посмотрев, а вот сюда поставив, а потом вернув, можем. Классная система, парадокс и спасибо. 2000 телефонов нам нужно построить. После этого перейдем именно на них. Но, как вы можете видеть, рабочих у нас на 2000 телефонов просто нет. Это нужно нам где-то 35 поставить электрозаводов, да. Куда их строить, непонятно. Вот здесь вот я вижу, есть какое-то микронаселение. Я просто хочу, чтобы это было где-то, ну, в России. Желательно, чтобы наши заводы не были в колониях. Которые говоря, про колонии, нам бы их подколонизировать. Вот, в стейт и повключать. Здесь тоже можно, почему бы и нет. Да, о, мы, кстати говоря, здесь уже что-то включили. Это прекрасно. Дело в том, что тут потихоньку уже начинают, начинают вот эти вот наши бафы сюда проникать. То есть мы образование даем, медицину. И повышаем, получается, таким образом их качество жизни. Получаем больше квалифицированного населения. Это в целом полезно. Как говоря, русские так неплохо заколонизировали в Африку. Здесь, видите, почти везде большинство населения это как раз-таки русские. Все благодаря миграции, собственно говоря. Видите, переселение в колонии. Это еще одна причина, почему нам нужно их застретить. Чтобы они перестали бежать все в Африку. Нам нужны рабочие и в самой стране. Потому что, видите, у нас население падает. Они эмигрируют отсюда. И это для нас очень-очень неприятно. Потому что заводы в один момент начнут потихоньку закрываться из-за нецветка населения. Так что стоит, да, все достатить. И мы с первого, либо это получается, наверное, со второго раза приняли прогрессивный налог. Материально, я там кучу денег. Но, надеюсь, поднимется уровень жизни. Если нет, то я буду очень-очень грустить. И перейду просто к пропорциональной налоге и получу эту кучу денег. Так вот, регулирующие органы, да. Защита прав. Минимальная зарплата дает. Минимальная зарплата, насколько я слышал, багнутая. И ванкротит предприятие. Поэтому этому делать пока что не будем. Давайте-ка попробуем делать пока вот это, да. Полное разделение. Никто здесь практически не против, кроме микро-части православных. Пробовал я вот там закон провести. И революция начала стучаться, да. За регулирующие органы. Так что давайте религию отделим от государства. И потом, может быть, чуть-чуть буквально, да, либо секрегация, да, либо отчуждение. Поднимем вот этот закон, чтобы дискриминацию подуменьшить. Ну и думаю, это должно помочь, во-первых, с вот этим, вот этой проблемой, да, разобраться. Во-вторых, повысить миграцию в нашу территорию. А нам нужны новые работники. Главное, чтобы не начало из-за этого лагать. И тут опять революция во Финляндии. Да господи, можно, пожалуйста, вдохнуть от этого дерьма. Ее еще кто подержалась? Швеция, что ли? Швеция, да ты шутишь. Скандинавия. И я не могу добавить против Скандинавии косы были. Потому что, ну, просто потому что. Круто. Ну ладно, что это поделать. Придется давить. Ладно, не придется, они сдались просто. Ну, и слава богу. Закончили мы там строительство телефонов. Следовательно, делаем мы что? Переключаем всю бюрократию на телефоны. Резко поднимется стоимость телефонов. И заставит эти электрозаводы расширяться до момента, когда они покроют спрос. Единственный минус в этой тактике в том, что здесь не хватит сейчас населения. Поэтому надо нам тоже компанию получше жизни поставить. И в теории... Блин, нет, не хватит. Нет, просто 44,7. Теперь должно хватать. И понятно, что есть, кстати говоря, вот здесь вот можно убрать. 500... Помните, здесь было... Типа... 170 тысяч человек. А куда вы все делись? Реально, все наборовые вышки и хватило. Нормально. Коммунистическая... Бельгин. Господи, хватит. Что? Что происходит? Почему весь мир постоянно взрывается? Это же жесть. Александр Жаманов. Имит нигилизм. Ну-ка. Ну, я не думаю, что это нам нужно. Поэтому давайте 10%. Но забавно. Забавная возможность. В любом случае... Что это? Это ненормально? Рынок просто бесконечно взрывается. Ну и, конечно же, да. Никто в мире не производит телефоны больше. Иишки не знают, что такое технологии. Что такое строить новые средства производства. Новые заводы. Ну, что поделать. Ждем пока кто-то изучит двигатель внутри возграния. Чтобы он сам доисследовался. И потом добьем вот эти тихие. Либо радио. Вообще, в идеале, чтобы эти две тихие. Докещали сами. И мы инвестируем вот сюда. Причем вот этот привив, чтобы мы еще здесь успели накопить очков. Прикольный ивент. Я не очень понимаю, почему. У нас улучшаются отношения и ухудшаются со всеми этажами. И ухудшаются со всеми группами. Но вообще-то нет. Я получил бы плюс одобрение. Так что, я только понимаю, почему Осман оскорбляет то, что мы печатаем их книги. Вот. Но плюс три одобрения получить я, конечно, согласен. Посмотрите, как будто... Как будто... Вот. Небольшой рост этот и есть до уровня жизни от наших налогов. Высокий, высший класс. Чуть-чуть ухудшился. Средний класс. А можно уже решить, посмотрите. Среднего класса все равно улучшился. Вот этих ребят. Такой же. Да, кажется, может через 5-10 лет что-то изменится. Но пока что я ощущаю, что вот этот закон, ну... Ой, не вот этот, а закон налогов. Лучше просто на пропорциональный ставить и кайфовать с доходов. Вот и все. Потому что, ну, не сильно-то он уровень жизни не поднимает. А вот на полное разделение подъехало. У нас в теории должна дискриминация упасть. Да, в теории. И можно теперь подумать об распределении власти. Нет, на самом деле можно подумать об... То, чтобы здесь этот закон да уменьшить. До, наверное, культурного отчуждения. Да нет, что... Что я все шучу? Нам нужно пропорциональные налоги просто поставить по-нормальному. И не заниматься этими прогрессивными. Промышленники поддерживают... А-а-а. Ха. Ну да, они будут поддерживаться. Они будут типа меньше дивидендов платить в скобочках. Они все равно будут платить больше денег из-за подоходного и потребительского. Ну, из-за подоходного, по факту. Дивиденды здесь какая-то пыль. Так что да, давайте вот сюда. Промышленников поставим. Профсоюзы не одобряют. Ужас. Профсоюз временно мы уберем. Промышленников временно поставим. И пойдем пропорционально налог качать. Потому что это была ошибка. Это все шутка. Этот прогрессивный налог. Смотрите, здесь, во-первых, двигатель внутреннего сграния начал сам исследоваться. Отлично. И у нас сфер-быстрое замораживание уже по очкам хватает. Тоже хорошо. Здесь мы продолжаем вот сюда инвестировать. Чтобы здесь тоже накопилось достаточно очков. Чтобы когда мы здесь четвертое до исследовали, оно сразу принялось. Он тебе подал. Смотрите, мы еще не сменили налог, но он все равно чуть-чуть падает. То есть от налога этого оно вообще практически не зависит. Так что сто процентов нужно поставить пропорционально и получать эти деньги, а не сидеть с каким-то минусом. Проще поставить эти деньги и потом уменьшить налоги, чтобы еще и бафы вот отсюда получить. Помните, здесь был две тысячи? Теперь здесь стало три. Непонятное мне событие. Ну, допустим. Кстати говоря, у нас казахи отвалились, и из-за этого отвалились все телефоны. Это все телефоны в России делают в Казахстане. Прекрасное событие. Надеюсь, они по-быстрому сдадутся. Все-таки... Да. Российскую часть в конфликте непонятно мне, но допустим. У них есть шансы неплохие сдаться, если не дадутся, то... Господи, опять... Это уже четвертое, третье или четвертое восстание в Финляндии хватит. Вот, но... И реально... Подождите. Это реально, как говорится? Германия, которая сама сейчас вот-вот проиграет свою гражданскую войну, да? Ну, как бы... Да, тут погибши одинаково, но по оккупациям и по бригадам... Бригадам в жопа. Она такая... Хм... А что это тут происходит в России? Ага. Восстание в Финляндии. Надо... Помочь. Надо помочь. Что это за бред, парадоксы? Почему у Уишек нету какой-то базовой логики? Я только сейчас заметил... Знаете, что самое смешное? Это паралитарское восстание против Советской Республики, чтобы поставить президентскую. Что за дерьмо, парадоксы? А вот этот двигатель внутри у нас загорание. Отлично. Теперь мы давайте под инвестор компрессионное зажигание. И более того, мы сможем... Поставить вот здесь... Подождите, нет. Да, поставить здесь производство автомобилей. Но самое главное, что там еще давало? Пилы, автобусы и буровые вышки АПМ, точно. Вот что нам самое главное нужно было. Ну-ка. Пилы. Допустим, я верю, что нам хватит ГСМа. Это все мы тоже отменяем. И вот оно. Плюс 15 тысяч ГСМа сюда. Так, ну-ка, с этим все. Примерно да. Здесь не все. Нам нужно... Сколько? 500 автомобилей. Здесь мы АПМ не можем. Окей. Так, здесь мы все, как и сейчас, оставляем. Дальше мы АПМ. Вот здесь вот общественные автобусы. У нас куча перевозок. Это все фейк-инфа. У нас перевозок все еще будет достаточно. Где наши перевозки? Вот у нас 18 тысяч. Парадокс, неправильно рассчитывают там цены. И мы добавляем здесь плюс ГСМа, чтобы покрыть вот этот вот недостаток стекла. Питана ГСМа мы недавно очень много добавили, так что должно быть все в порядке. Ну и часть нужно перевести на автомобили. 33, 32, надо что-то поменьше, да? 32. Сколько это даст нам? 600, 40, а 800. Я думаю, нормально. Думаю, пойдет. Нужно побыстрее, кстати говоря, телефоны вернуть. От Казахстана верни нам телефоны. Ну, а в целом... Неплохо сейчас нужна наша экономика. Апнус опять. Особенно после того, как мы вернем Казахстан. Но нам нужно еще что? Электричество будет апнуть? У нас уже она апнуто или нет? Давайте посмотрим. А мы уже на максимуме. Нам нужно просто, по-моему, население. Да, так и есть. Нам просто не хватает населения в наших заводах. То, о чем я и говорил. Просто квинтэссенция абсурда. У нас есть ивенты от телефонов. И нам предлагают улучшить отношения с казахами, которые восстали в этом ивенте. Да, просто парадоксы добивают меня своим абсурдом. Кстати говоря, помните, что у нас здесь вот это была война, да? На Финляндию зашли... На Финляндискую восставшую сторону зашли немцы. И вот, я теперь еще и мир не могу заключить. Мы теперь воем с Германией просто за воздух. Кайф. Нет, но это я уже не могу это вытерпеть. Казахи еще и на двое поделились. У казахских... У казахского восстания... Своё восстание. А сколько я это буду подавлять? Можно узнать, пожалуйста? Что это за дерьмо? Так, мы не будем сказать с маном про технологию. Что это за дерьмо просто невыносимое? И немцы спокойно не сиделось, они решили еще высосаться в Финляндию. Что это? Я хочу начать уже новую партию с модами, где мне не будут 18 казахов держать 30 лет. Да? Вот с такими соотношениями. И яишки будут развиваться, и я надеюсь, меньше вот такого вот бреда будет происходить. Потому что, ну что это за бред? Почему у восстанших может быть восстание? Вопрос. Вот сейчас я подавлю их, да? А что случится с вот этим? Давайте узнаем. Я на всякий случай даже сохранюсь. Ну-ка, принимаем. И пошел я нахуй? Ага. Казахская революция. Так. Просто хочется пойти запустить игру с консолью и аннексировать казахов, потому что это такой бред. Ну, давайте уже будем доигрывать эту партию честно. Подождем, пока пройдет этот бред. Если говоря, у нас там телефоны или нет? Где там телефоны строил? Нет, у нас там куча стекла. Телефоны у нас, нефть здесь. Хорошо, слава богу, хотя бы это здесь есть. Ага. У нас бюрократик, кстати говоря, отвалился просто по жести. Видимо, из-за нехватки телефонов. Вот. Попробуем справиться с этим немножко оригинальным способом. Вот так. И теперь, когда они не ожидают телефонов, поставим их обратно. Просто это... Нет, это так не сработало. Но, я думаю, это так может сработать. Давайте вот так. Ждем, пока они начнут нормально работать. А, тут долго штраф будет накапливаться. Окей. Ну, ждем. Ждем туда, что еще поделать. Еще снесем шахты и лесозаводы. Чтобы все пошли работать на электрозаводах. Ну вот, стало сейчас резко получше. Обратно мы доходы нормальные вернули. Но нужно срочно, чтобы сюда люди забегали. Ну и да, это помогло. Господи, какой же это бред. Давайте-ка последним нашим действием сделаем эту вот легкую победоносную в Арабии. Изначально Австрия тоже была в войне, но Австрия решила выйти. Они, видимо, поучились на их северных братьях-немцах, что по приколу в эти войны лучше не заходить. Там заносчивость не изменится. Да, конечно же, у них же там тысяча золота лежит. По сравнению с их ВВП, это просто гора денег. Но от Турции нам что-то нужно, наверное, нет. Нам бы без счастья куда-то еще потратить. Пока мы еще однуждаемся в том, чтобы у нас было меньше сотки, да? В один момент мы просто забьем, и это уже будет, я думаю, в следующей серии. Значит, в этой мы уже можем ровно к соточке добиться. Давайте Транссерданию, это вот эта территория, чтобы были границы получше. У нас еще остается 72. Можно попробовать в этой территории взять тоже. Давайте-ка. Сул. Осталось 8. А, нормально, мы как раз возьмем в бурде, да. Ну-ка, вот так. И давайте репарации. Пойдет. Вот война и началась, они не дались. Ну и слава богу, мы сможем захватить все эти территории. Мм, 3 против 5. Сколько же здесь стоит на фронте? А, оказывается, 5 сотен. Ну да, будут драться 3 против 5. А что не так? Кстати, классные ивенты. Вы типа, получаете просто так дурную славу. Вызовет дипломатический инцидент. Нет, не вызовет. Не создается. Да. И либо вот это вот, а там следующий ивент. Получить дурную славу, либо отдать территорию. Либо, может, не дурную славу, но что-то еще. То есть, типа, какая-то чушь. Ну нет, мы не будем отдавать территорию. Но что это за бред? Что это за говно-ивент? Видите, сколько войск у моего генерала, да? Много. Почти все здоровые. Много здоровых. А вот эти вот какие-то инвалиды, но... Здесь куча здоровых. Кто будет сражаться? Чел без обморали, непонятно почему. И челы без людей. Во. Все говоря, я подозреваю, что у них нет людей, потому что у меня все эмигрировали. Это вполне себе реально. Ну, благо, мы тут высадились и успешно подзахватили там территории. Здесь уже хватает казусабеля вот отсюда. Та общая сторона вообще сдалась. И здесь мы подзахватим. И, в принципе, они тоже скапиталируют. Приняли мы, наконец-таки, нормальный налог. Да, теперь у нас в казне хоть деньги будут нормально. И нужно теперь немножко успокоить вот этих ребят. А, ну вот они как раз и успокоили. Сейчас пройдет. Польское отделение, к сожалению, не пройдет. Ну да, посидим теперь дальше на средних налогах. Османы сейчас сдадутся. Ну и... И, к сожалению, мне придется сделать ставку из следующей серии. Потому что, во-первых, у меня оборвалось снятие видео. Видео сломалось. Я продолжал следующую серию снимать без сохранения. Просто дальше. Но это лишь первая часть. Я в теории мог бы что-то с этим придумать. Проблема другая. Видите вот эти революции? Мало того, что казахи вот эти вот революции, это вот эти революции. Произошла революция от революции от революции. И то же самое произошло с Афганистаном. И вот-вот, я предполагаю, произойдет такое с Финляндией. И, ну, пока мы воюем вот в этих всех войнах, мы не можем разобраться с этим. И потом, пока мы будем разбираться с этим, вот с этим мы не сможем разобраться. И что-нибудь еще возникнет, с чем-то опять мы не сможем разобраться, потому что игра тебе запрещает. Это абсолютный бред. В основном эти революции происходят, потому что у нас здесь супер застроена промышленность на что-то очень конкретное, да? В итоге они просто банкротятся, злятся и умирают. Я от этого немного устал, поэтому на этом мы прохождение все-таки закончим. И начнем новое прохождение с кучей новых модов, которые повысят и экономику, и войну улучшат. В общем-то, так что, ребята, не обижайтесь всех, кто хотел, чтобы мы доиграли до 36-го года. К сожалению, этого не получится. Россия в любом случае достигла процветания, 90% образованности, хороший уровень жизни, огромный ВВП, первая позиция в мире и поднадушен население, и общая. Логично. Так что с вами был Дубгай. Не расстраивайтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии, и ждите следующей серии прохождения. Пока. Пока.